Ключевое слово static можно использовать и для локальных переменных, то есть переменных, объявленных внутри функции. Если внутри некоторой функции определить локальную переменную с ключевым словом static, то такая переменная будет вести себя как глобальная переменная, которая доступна только внутри этой функции. То есть в отличие от обычных локальных переменных, такая статическая локальная переменная будет жить намного дольше, она будет жить от первого выполнения этой функции до конца программы, а во-вторых, она будет храниться не на стеке, как обычные локальные переменные, а будет храниться в той же области, в которой хранятся другие глобальные переменные. По-хорошему, это глобальная переменная, которая доступна только внутри этой функции. Важно отметить, как происходит инициализация такой статической локальной переменной В отличие от глобальных переменных, инициализация которых происходит при запуске программы Статические локальные переменные инициализируются при первом вызове функции Точнее, при первом выполнении инициализирующего кода Давайте рассмотрим следующий пример То есть у нас есть функция next, и внутри нее определяется статическая переменная типа int Которая инициализируется параметром функции next Если мы вызовем подряд, например, next от 10, а потом next от 20 То инициализация произойдет только в самый первый раз Давайте посмотрим, что получится Когда мы первый раз вызываем функцию next, в нее передается 10 И, соответственно, переменная k инициализируется числом 10 Если теперь... ну и функция next вернет значение k до инкремента Поэтому вернется 10 Если теперь мы на следующий раз вызовем эту же функцию, но уже со значением 20 То есть в качестве старта будет подставлено 20 То это ни на что не повлияет, потому что непосредственно инициализация переменной k Будет выполнена только один раз, только при первом вызове функции next Поэтому это число 20 ни на что вообще не повлияет И следующее значение, которое вернется, это будет число 11 Это очень важно То есть, в принципе, здесь происходит зависимость от аргумента функции Вместо этого могла стоять вызов какой-нибудь другой функции Например, можно было вместо start написать здесь k равняется вызову g Так вот, эта функция g будет вызвана единожды Только в тот раз, когда функция next будет инициализировать переменную k При первом вызове функции next Важно отметить, что несмотря на то, что мы довольно сильно локализовали Область видимости этой переменной Проблема все равно остается Проблема масштабируемости остается Более-менее так же То есть, если ваша подсистема имеет в себе функции Внутри которых определены статические локальные переменные То эти статические локальные переменные надо изолировать Например, в том случае, если вы делаете программу многопоточной По-хорошему, это просто глобальные переменные, которые имеют все те же проблемы Но вот только с инициализацией здесь попроще Инициализация явно выделена, она происходит в тот момент, когда вызывается эта функция Побочные эффекты также имеются Собственно, пример на этом слайде и есть пример побочного эффекта Данная функция будет каждый раз выдавать разные значения Она сначала выдаст то значение, с которым она будет вызвана в первый раз А дальше будет каждый раз его инкрементировать на единицу И выдавать значение следующего числа То есть, вот хороший пример функции с побочным эффектом